Какие огурцы, какой вискарь, какое пиво, господи, канал скатывается, снимать уже нечего, лишь бы только что-то. Ребят, всем огромное здравствуйте, прошу прощения, психанул. Короче, на самом деле, небольшая предыстория, у меня есть основная работа, на ней есть заказчики, у меня есть один хороший заказчик, который смотрит мой канал, и он тоже экспериментирует в еде. Ссылочки на него не будет в описании. Дело в том, что он мне привез на пробу заготовку, которую сделал сам. Сказал, что увидел где-то, я так понимаю, что в Америке, он часто в командировке ездит, и приготовил. Это огурцы с бурбоном, с виски он делал, с бурбоном делал, получается, говорит, и так, и так вкусно. Я попробовал, и вы знаете, что я вам хочу сказать? Это та заготовка, которой, скорее всего, пару баночек надо сделать. Тем более, сейчас осень, сейчас можно купить огурцов, многие делают заготовку, ну а что? Все же любят, да, зимой открыть хрустящую огурку. Вот, я начал разбираться в этой теме, нашел еще один рецепт с пивом, там тоже люди кричат, что это самое вкусное, поэтому сегодня будет вариант приготовления, который я уже пробовал с вискарем. Получается очень круто, это так называемые бутербродные огурцы, которые можно положить там на бутерброд и тому подобное. А также проэкспериментируем и попробуем делать с пивом горьким. Что получается там? Может быть, это еще все, что с пивом, это же вкусно. Представляете, у вас два в одном. Хлебнул маринада, бахнул огурца и день удался, что называется. Магией монтажа мы с вами сейчас перенесемся на 4 дня назад, где я готовил данные огурцы. Разумеется, если вы делаете заготовку на зиму, то банки стерилизуются. Следующее действие для двух маринадов идет одинаковое. Это специи. Прежде чем их засыпать в банки, нужно их подогреть, они дадут больше аромата. Вот это у нас семена горчицы. Мы их кидаем на раскаленную сковороду. Дальше у нас идет, это у нас кориандр, семена. Так называемые 4 перца разные также идут сюда. И следом душистый перец и 4 вот такие вот штучки гвоздики. В таком виде прогреваем 2-3 минуты. Специи сразу отправляем в банки и продолжаем. В маринаде, который используется с бурбоном, так как он проверенный мной, я добавляю морковушку. Она очень вкусная. Нарезаем вот этот специальный нож. Это типа, знаете, получается что-то около рифленых чипсов. Как нарезать? Можно сделать обычным. Надо не забывать, что мы с вами готовим все-таки не морковь, а огурцы. Поэтому много сильно не надо. Для вкуса, для сладости здесь отлично. Также у нас идет по 2 зубчика чеснока. Посмотрите, они тонко нарезаны. Обязан здесь быть чеснок. Ну и непосредственно огурцы. Обратите внимание, ребята, ну я выпущу максимально скоро этот ролик. Вы увидите, когда можно еще купить вот такие вот шикарные огурцы. Смотрите, как мы делаем. Ну попец мы, естественно, отрезаем. Здесь начинаем делать вот такой вот. Опять же, это можно сделать обычным ножом. Просто вот так, мне кажется, добавляет вкус, да? Плюс сток к вкусу точно. Берем и нарезаем. Вот толщина идеальна вот такая. Вот тогда это успеет быстро промариноваться. Это ждет своего маринада бурбонного. Вот здесь я забыл, что было написано следующее. Что здесь еще используется сушеный перец. У меня был сушеный халапеньо. Очень ароматный. Здесь где-то столовая ложка. Отправили сюда. И сейчас также заполняем банку огурцами. Банка у меня 500 миллилитров. Я прикинул, что мне нужно маринада где-то 250-260 миллилитров. Первое, что надо будет. Это очень необычно. Конечно, в частности, в случаях это надо в себя, а не сюда. Здесь 50-60 миллилитров бурбона. Виски тоже отлично подойдет. Закидываем в сотейник. И нам надо прогреть. Сейчас очень важно, чтобы ушел алкоголь и остался исключительно вкус. Можно на всякий случай еще сделать вот так. Мак и волшебник. Так просто мы увидим, когда алкоголь испарится полностью. Или загорится квартира. Следом идет вода. Где-то 190-200 миллилитров. Сюда идет соль. Одна третья столовой ложки. Пол столовой ложки сахара. Увеличиваем огонь. Растворяем соль и сахар. И так держим буквально минуту. Осталось добавить сюда уксус. Яблочный не рекомендую. Используем 9% обычный. Здесь где-то чуть меньше столовой ложки. Смотрите, вливаем. Сразу выключаем огонь. Перемешиваем. И теперь прям вот все это дело по красоте заливаем в банку горяченным. Расчеты оказались верны. Обратите внимание, огурцы полностью у нас закрыты. Закрываем крышкой. Если что, мы ее тоже стерилизуем. Вы это прекрасно понимаете. И вот теперь можно немножко пошелубонькать. И оставляем. Ну а теперь экспериментальный маринад с пивом. Мне сказали, что нужно взять обязательно горькое пиво. Я взял чешское. Тут единственное, что его немножко много. Секундочку. В общем, по факту нам надо где-то 180 пива. После того, как закипело, засекаем где-то минуты-две. Должно немного это все прокипеть. Могу сразу сказать, что горячее пиво пахнет очень своеобразным. Сюда добавляем воду. Соль и сахар в тех же пропорциях. Все перемешиваем. Ждем, когда закипит. Выключаем. Вливаем уксус. Уксус. Перемешиваем. И вливаем маринад сюда. Небольшие рекомендации по поводу маринада. Смотрите. Прежде чем вы заливаете туда уксус, когда у вас растворился сахар, соль, вы обязаны попробовать. Ну, подуйте на ложку немножко. Вы должны понять, что уже вот этот вот баланс есть. Баланс соли и баланс сахара. Уксуса мы рассчитываем прям идеальное количество. Если вдруг мало соли или мало сахара, добавьте еще и после этого вводите уже уксус. И тогда будет вам счастье. Что касается хранения. Так как вы понимаете, что нам через 4 дня нужно все это будет обязательно попробовать. Я не буду закатывать в зиму. Мы сейчас это отдельно сделаем. Когда закончим этот ролик, покажем. Я очень хочу проверить пивной. Вдруг это будет тоже вкусно. Я тогда еще с пивом сделаю. Если что. Вот делайте просто баночку на проверку. Не надо стерилизовать. Просто прокипятите банки немножко. Чтобы просто не было там всяких разных бактерий и тому подобное. Заливаете сутки. Нет, часов в 12 на ночь. Пусть постоит просто в помещении. После этого кладете в холодильник. И когда надо берете в бутерброд и тому подобное. Сейчас будет немножко, как бы сказать, фут-порнушки что ли. Наверное, очень грубо сказано. Но извините. Я не хотел это показывать. Но я обязан это сделать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ребята, вы не представляете, как это интересно. На это выходит колоссальное количество времени, чтобы это все замутить. Но мне нравится потом самому все это смотреть. Короче, нормальные люди не разрезают бургера. Гамбургер. А это чизбургер скорее, да? Давайте начали попробовать. Пока он теплый. Нам надо было показать, что он внутри сочный. Ну как ты это сделаешь? Ты съешь такой, да? И скажешь, ой, как это сочно. А внутри сухарь. Хочется вас не обманывать, показать, что доказать, что вот так все есть. Короче, ребята. Сейчас все расскажу. Огурцы у нас тоже готовы? Тут ничего. Ничего лишнего. Ни грибов, ни салата. Но все идеально. Сегодня у нас видеоролик не про гамбургеры, чизбургеры, вот эту всю тему. Но мне хотелось показать одно из миллиардов применений этих огурцов. Давайте по поводу гамбургера вам кое-что скажу. Чизбургера. Я пришел к такому мнению, что вот эта вот борьба за то, чтобы сделать с фаршем, сделать с грибами, сделать с хреновой тучей, чтобы просто разорви хлебалушка вот это все. Я понял, что это неудобно. Я понял, что это даже и некрасиво, если честно. Что в этом? Я раньше это и готовил все, да? Но согласись, вот эта простота, легкость, ты можешь кусить спокойно. И ты расчехляешь все ингредиенты. Их не надо забивать сырным соусом, да? Например, потом еще каким-то соусом. 50 соусов туда, да? Острого чего-то бахнет. Ты такой ешь и не понимаешь, что это за биомасса вообще. Вот, господа, простота мазафака. В ней вот кроется вся суть вкуса. Серьезно вам говорю. Попробуйте просто лучок огурцы. Вот теперь мы подошли к самому важному. Значит, что касается огурчиков. Они получились божественные. Смотрите, прошло 4 дня. На самом деле, вот это вот, постоит еще где-то неделю. Это будет еще ярче вкус. Что касаемо вкуса. Будет ли здесь чувствоваться вискарь? Наверное, скорее всего, это будет нормальный вопрос от вас. Чувствуется, знаете, такая легкая слотимость от бурбона. И немножко дубильная такая, да? То есть, они отличаются от обычных маринованных огурцов. Если вы делаете условно вода, соль, перец и уксус. Отличается. Легкая нотка. Кто-то может скажет, так а что тогда выеживаться? Вот что тогда выеживаться? Бахни туда кетчуп. А там вот Наташка делает очень вкусно с кетчупом. Получается, здесь немножко филигранно получается вкус. Серьезно. Я не заставляю, ни в коем случае не рекламирую. Ребята, бегите, покупайте бурбон. Бегите, покупайте огурцы. Это лишь только для тех, кто делает заготовки и вот захочет поэкспериментировать. Вкус отличим здесь. Согласись. Ты чувствуешь здесь некую нотку. Единственное, что я считаю, надо было еще довезти дома. Это вот то, что у меня было халапеньо сушеное. Бахнуть сюда еще. Я вот по цвету вижу, что оно здесь по-другому. Делаете обычные огурцы, сделайте баночку две. Не очень много сюда. Ну вдруг у вас есть бурбон, вдруг у вас есть виски. Попробуйте. Его не очень... Я понимаю, что сейчас напишут, боже мой, но я лучше выпью. Да и за 70 миллилитров ты подавишься, дружище. Ну ты чего? Зато у тебя будет классный продукт, который будет отличаться. Я считаю, вот эти огурцы, я их почему-то так называю, да, бутербродные. Потому что можно в легкую уложить на бутер. Можно в легкую положить в тот же самый бургер. Можно, знаете, как вкусно сделать. Берете огурчик сверху, творожного сыра мы как-то делали. С обычными, правда, огурцами. Потому что это для меня новшество. А хлеб и сало. Вот, да, все, меня понесло. Хлебушек подрумянится, сальца и этой огурки туда. На-на. Вообще, просто как дочка в школу, как слива, сами знаете куда. Так, с этим разобрались. Классно. Давай так. Чтобы не было предвзято, потому что все-таки мне человек привез попробовать. Я тебе, естественно, мозги выкомпостирую, как мне было круто. Ты что скажешь? Мне очень понравилось. Ты часто крутишь огурцы? Ну это ты прав. Это закусочно-бутербродная тема. Но прикольно. Да, то есть если я делаю огурцы, которые потом в салат можно использовать, еще где-то это вот чисто закуска. На художике, на бутерброд. Да, обычно с колбасой бутерброд. На бутерброд вижу. Ну да, это будет неплохо. Короче, мотайте себе на ус, ребят. Я вот таких сейчас сделаю еще себе три банки. Вот именно таких. А теперь с пивом. Это эксперимент был. Который мы сегодня с вами проверим. Вы знаете, пахнет... Запах как... Знаешь, финский я покупал раньше, привозил. Денис тоже привозил. Отличается запах. Ну чуть-чуть что-то пивное есть. Ну давайте попробуем. Они немножко потемнее, чем нежели вот эти. Блин, они великоватые. Это пиво будет. Ты знаешь... Скажи про... Ой, слушай, они приятно острые, кстати. Что касается пива. Эксперимент интересный. Опять же, не похоже ни на это, ни на классическое. Что здесь? Чего еще можно было ожидать, добавляя горькое чешское пиво? Мы использовали пилснер. Горчинка сильная, уверенная. Пиво мне очень нравится данное. Это не реклама. Я также люблю... Давайте, что-то, какие-то брендов еще назвать, чтобы не подумали, что реклама. Я люблю Балтику. Господи, да не покорай мне сейчас молнии своей. Что? Жигули. Жигули, да, вот, МПК. Все-все-все. А, слушай. Ну это не может быть рекламой. Пилсер Уркал, что-то я туплю. Короче, значит, смотрите. Очень приятная остринка. Я считаю, что, ребята, если вы будете вот это делать, найдите сушеный перец. Либо семечки. Чуть-чуть положите. Вот здесь бы, если еще была остринка. Ну а если найдете халапеньо, копченые, они, кстати сказать, продаются и в лентах. Есть целый стенд в таких, знаешь, прямоугольных. Мы видели. Неплохой. Можно хабанера бахнуть. Легкая, оттеняющая острота. Шикардос. Немножко чесночная. Все портят огурцы. Когда ты добираешься до огурца и вот этот делаешь кускус, то есть идет хрустящаясь, и у тебя на первое место идет, да, соль, перец, бах, а потом на послевкусие остается горечь. И вы знаете, к сожалению, найти применение данных огурцов я не могу, потому что в пиве я люблю горечь. Я люблю горчинку, это пиво. В продукте мне хочется немножко что-то сбалансирования. То есть здесь, по сути, открылся третий вкус. Если маринованные огурцы это соль, сахар, баланс, да, этого вкуса и уксус, три, здесь еще добавится четвертая горечь. Если вдруг вы дикие фанаты, знаете, есть мармелад горький, вот есть пивоварня Джавс делает, мы пробовали, вот там тоже, да, ешь сладка, но горько. На любителя, вот честно. Что касается вот этого, благородный вкус, сука, получился. Вы знаете, я думаю, даже можно и коньячком немножко поэкспериментировать. Думаю, что коньяк даст вот эту вот нотку дубильно-виноградную, будет тоже неплохо. Рецепты мотайте себе на ус. Я думаю, что сделать баночку другую в этот сезон, а в следующем попробовать. Вы такие, черт возьми, почему я так мало сделал? Вот я сейчас попробовал, я понял, что у меня получилось так, как мне привез человек, который мне привез на пробу. Я понимаю, что завтра мы сядем с тобой и закатаем вот эти банки, потому что, ну, реально круто. И, кстати, нарезка, если что, может быть плоской, да, то есть можно нарезать... Листовой. Да, листовой. Вдруг вам это удобнее для бутербродов. Но мне кажется, вот такая баночка очень симпатичная и вкусная. Чем дольше стоит, тем будет вкуснее. Закатывайте, не обязательно стерилизуйте, будет кайф. Удивите своих близких, родных. Короче, честно, ребята, я был удивлен, и я рад, что показал данный рецепт. Все, балабольство, бой. Ой, пьяная Россия, что? Короче, с вами был, как всегда, Леха Грильков. Подписка на канал выскочит где-то вот здесь. Ссылка на Инстаграм и ВКонтакте будет, как всегда, в описании. До вкусных встреч, пока. Ну и чего, если зашел видеоролик там, да? Вы знаете, когда вы ставите лайк, вот, вот, серьезно, я не вру. Я всегда радуюсь, я чувствую, у меня вот фибромибра работает на лайки. Я все такой... Вот, да. Спасибо.